Здравствуйте дорогие зрители. Сегодня мы познакомим вас с разнообразными новостями из жизни наших платиноамериканских любимцев. Чего там только нет. Одним словом, там есть все, кроме скуки. Начнем с приятного. Сандра Чавари празднует Бэби Шала. Это такой милый обычай отпраздновать приход в жизнь будущего ребенка. Поздравим родителей и пожелаем им счастья. Сильвия Навара уже знает пол своего будущего ребенка также. Это будет мальчик. Приятно извести, безусловно. Сейчас Сильвия отдыхает, набирается сил. Ну и то сказать заслужила. Она столько работала, что теперь имеет право и отдохнуть. Хорхе Салинос и Элизабет Альварес ждут своего первенца. Сам Хорхе у нас многодетный отец, причем все дети от разных жен. Почему это важно? Да потому, что периодически вспыхивают разного рода скандалы с бывшими женами и их детьми. То алименты не доплатит, то признавать не желает. Надеемся, что на этот раз все будет тихо и мирно. А то знаете, как оно бывает? Вот Ивон Монтеро вышла замуж за Фабио Меланито, певцартом, так сказать. Этот самый певец, которого никто его в сущности не знал особо, бросил Ивон на последних месяцах беременности, заявив, что ребенок вовсе не его. Ну и скажите, пожалуйста, глядя на эти два лица, у вас возникает ощущение, что этот человек не имеет ну никакого отношения к этому ребенку? Вот и у нас не возникает, а вовсе даже наоборот. Но дело даже не в этом, а дело в том, что Ивон на последних месяцах беременности ужасно нервничала. И у ее девочки серьезные проблемы со здоровьем. Малышка перенесла уже две серьезнейшие операции на сердце. И пока мама молится за свое дитя, папаша общается с панами. Короче говоря, слов нет, точнее есть, но они не для приличной публики. Подтвержден роман между Марджори де Соуса и Адриана Мурибе. Ну, что тут скажешь, должно быть Адриан необыкновенно красив душой. А может быть это чисто рекламный ход? Ну, мы помним, как не так давно вся мексиканская пресса писала о романе прекрасной блондинки с Эдуарду Яницей. Причем публика так и не поняла, что это было. Не то это был пиар, не то страстный роман, который распался, как говорят, из-за жестокой ревности Марджори к фанаткам Эдуарду. Ну, уже смешно вообще. Посмотрим, чем на этот раз дело кончится. Делаем ставки на то, что недолго вся эта история продлится. Ну, а теперь про членовредительство. И такое тоже есть. Едира Карельо упала с лошади во время прогулки и повредила спину. Пишут, что травма несерьезная и Едира скоро вновь будет на коне. В прямом и переносном смысле этого слова. Что-то в последнее время травма ее преследует. Может быть, безопаснее пойти поработать, а то затянувшийся отдых ее до добра не доведет. Глядишь, сохраннее будет и зрители удовольствие получат. Тем более, что актриса, она действительно очень хорошая. А вот Энрике Глесиас пострадал на работе. Отдыхать ему некогда, он работает. Может быть, поэтому немножко, потерял представление реальности. Схватился за руками за беспилотник с камерой, который летал по концертному залу. Кровище было, надо вам сказать. Но героический Энрике допел до конца. Публику не разочаровал. А в итоге три операции на руках и осознание того факта, что не все, что летает, можно хватать. Может быть, лучше пропустить это что-то мимо. Уильям Леви подтвердил, что живет отдельно от матери своих детей, Элизабет Бутеверс. Ну, наконец-то, сколько можно было уже эксплуатировать эту тему. Не то, чтобы нам надоело, но, тем не менее, должно же было это все когда-то кончиться. Скорее всего, Элизабет надоели бесконечные скандалы в прессе. Напомним хотя бы несколько. За последние три года. Значит, во-первых, это слухи о романах Смайта Перони и Джеки Бракамонтес на съемках новелл. Публичное выступление бывшего помощника Уильяма с информацией о многочисленных женщинах-кубинца. Он там называл какие-то совершенно жуткие цифры. Не то 200, не то сколько-то там дамс. Скандал с несовершеннолетней девушкой в Америке, которую Леви якобы принуждал коральному сексу. Там, правда, и девушка такая, что пробу ставить нигде, но суть не в этом. Суть в том, что пришлось заплатить. Скандал с очень немолодой дамой-алькальдом, которая якобы делала Уильяму протекцию. Ну и так далее и тому подобное. И самый последний скандал еще с Химиной Наварета. Это уже у всех на памяти, которые, в общем-то, обвиняют в том, что семья Леви Бутеррер распалась. Ой, еще один забыли. Дженнифер Лопес, которая и помогла Уильяму получить роли в Штатах. Но тут вопрос, как бы удержаться на этих еще ролях. Но неважно. Послужной богатый список очень даже навскидку. И вот возникает вопрос, какая жена такое выдержит. Ну, практически никакая. Так и получилось. Ну и напоследок еще одно громкое расставание. Из Сирии пришла беда, откуда не ждали, так сказать. Рафаэль Амая и Анхелика Силая больше не жених и невеста. Отпустил Рафаэль девушку посниматься, англоязычный сериал под названием «Константин» и получил. Анхелика изменила ему с актером Мэттом Райаном. Сама Анхелика хранит молчание, а Рафаэль поет грустные песни и странно ведет себя на съемочной площадке. Издание «Баста» написало, что он опоздал на съемки на три часа. Точнее, он вообще на них не явился. И через три часа народ забеспокоился, где наш главный герой, собственно говоря. Когда до него дозвонились, он сказал, что у него сильнейшая зубная боль. Ну и вопрос, а руки тоже болели позвонить, предупредить. Видно, любовь – это страшная сила. Она не только крыляет, но и приземляет. И очень многие говорят, что характер Рафаэля изменился в очень плохую сторону. Ну, что делать? Жизнь – штука такая. Подставляй бока, как говорится. Ну, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.